В Сочи Барсова приехала, попрощавшись с Большим театром. Именно здесь, на улице Черноморская, она и построила дачу с намерением открыть оперно-вокальную студию. Все 20 лет Валерия Владимировна принимала активное участие в общественной и культурной жизни курорта, одновременно занимаясь педагогической деятельностью. Её частыми гостями здесь были друзья, коллеги, ученики Уланова, Козловский, Утёсов. Традициям в этом доме не изменяют и сегодня. На юбилей русского соловья пришли музыканты и почитатели её таланта. Если раньше дача Барсова считалась светской гостиной, то сегодня музей называют культурным центром города. Её историю бережно охранят сотрудники дачи-музея. Вот я здесь уже 20 лет работаю, и раньше я просто о ней рассказывала биографию её, ну, в хронологическом порядке, как она родилась, как она училась. Но с возрастом и со временем вот осознаёшь совсем другое, переосмысливаешь её жизнь. Она всегда была артисткой, всегда пела и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущёве, и ещё в царское время она 25 лет жила. Вот, то есть она, это просто образец для подражания, наверное, для многих людей, потому что она себя сохранила. Её жизнь — это пример мудрого отношения к своему таланту и к своей судьбе. Сегодня гости дачи-музея Барсовой вспоминали не только годы жизни певицы в Сочи, но и перелистали страницы её репертуара. Концертные выступления оперной певицы отличались не только свежестью, но и продуманностью программ. Она систематически предпринимала своеобразные раскопки среди сочинений авторов разных вековых стран. От Баха, Генделя и Моцарта до Дюбеси, Равеля и Стравинского. В концертных программах Барсовой практически исчерпывающе была представлена русская вокальная лирика. Произведения Глинки, Доргомышского, Балакирева, Бородина, Мусоргского. А сегодня музыкальное приношение от артистов сочинской филармонии. 125 лет со дня рождения Валерии Владимировны, 70 лет этому зданию. 50 лет, как это здание было завещано городу, людям. Такие вот очень хорошие даты. И то, что сегодня собралось такое количество посетителей, такое количество почитателей таланта Валерии Владимировны, это, конечно, о многом говорит. Потому что мы знаем, что искусство, настоящее искусство, оно вечно. Следующая дата, которую здесь отметят, это день памяти Валерии Барсовой. Из жизни она ушла в Сочи 13 декабря 1967 года. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.